Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас вновь в Центре славянских культур, библиотеке иностранной литературы. Сегодня мы рады приветствовать у себя Елену Владимировну Рыбакову, литературного критика, редактора, переводчицу, которая вместе с нами сегодня будет участвовать в презентации книги польского писателя Яцека Деннеля «Кребоклят». Пожалуйста. Спасибо. Добрый вечер. Пожалуйста, давайте начнем с пожеланий здоровья. И прежде всего пожелаем здоровья переводчику этой книги Юрию Викторовичу Чайникову, и человеку, которому, собственно говоря, и предназначен был этот микрофон и это кресло, это он сейчас должен был сидеть здесь и с вами здороваться. Юрий Викторович, будьте здоровы, пожалуйста, ради польской литературы и прежде всего ради русской литературы и русских читателей. Это удивительное чувство, когда ты говоришь, не видя людей, только воображая их и можешь представлять их какими угодно. Пожалуйста, по-польски это называется «Прошу стачь на высокоосчезадание». Прошу оценить вашу миссию невидимых, но активных, эдаких зомби. Это очень в духе того писателя, о котором мы сегодня говорим, проявлять свою активность всеми возможными виртуальными метафизическими способами. Самый простой из них – это провокационные вопросы в Фейсбуке. Я очень надеюсь, что вы прямо сейчас начнете их набирать и как минимум обдумывать. Иван, все вопросы обязуется прочесть, и мы, разумеется, постараемся на них ответить. Тем более, что книга «Кривоклят» появилась по-русски не сегодня, в первой половине года, и наверняка многие из вас ее уже успели, если не прочесть, то во всяком случае в нее заглянуть. Книга, по большому счету, небольшая, и прочитывается, точнее глотается за несколько вечеров. Так, по-хорошему. Еще раз здоровья всем. Очень надеюсь, что презентация следующей книги Деннеля, да, собственно, и любой достойной следующей книги, пройдет не с пустыми креслами и фейсбучными зомби, а в совсем других условиях. В объявлениях об этом вечере еще час назад я видела такие удивительные слова о себе. Меня представляли там специалистом по творчеству Яцека Деннеля. Должна открыть вам страшный секрет, это неправда. Это была реклама. Я не специалист никаким образом по творчеству Яцека Деннеля, к сожалению. Подозреваю, что таковых, помимо Юрия Чайникова, в России нет. Хоть, впрочем, кто знает, может быть, прямо в эту минуту какой-нибудь гениальный студент лихорадочно набивает дипломную работу, как раз Деннелю посвященную, и мы скоро об этом узнаем. Мои страстные отношения с прозой, прежде всего, но и поэзии Деннеля начались год с чем-то назад. И тоже я должна за это поблагодарить Юрия Чайникова, который подсадил меня буквальным образом на чтение этих книг. И этот писатель перестал быть одним из многих поляков, чьи имена пишутся через запятую, а стал кем-то совершенно особенным и от всех прочих отличным. Очень желаю каждому из вас такого приключения с Деннелем и русским, и польским. Давайте поговорим сначала об этом писателе. Его лицо вы видите на экране. Стиляга, да, не без этого, безусловно. По-моему, без бабочки, ни на каких мероприятиях официальных, во всяком случае, на книжных презентациях он не появляется. Деннель чрезвычайно молод по писательским меркам, особенно по меркам прозаика, и чрезвычайно плодовит. Он родился в 1980 году. Этой весной ему исполнилось 40 лет. При этом он автор книг, счет которых ведется уже на десятки. Я посчитала перед этой встречей 10 как минимум поэтических оригинальных сборников. 10 таких отдельных прозаических произведений, то есть романов и повестей. Говорю отдельных, потому что Деннель работает и в таком жанре. Это, кстати, важно для нашего сегодняшнего разговора о кривокляте. В таком жанре, скажем, как каталог, такой авторский каталог по Национальному музею в Варшаве. Он написал авторский каталог к музыкальным программам Варшавской филармонии. Это тоже проза, и это уже, значит, будет второй десяток. Кроме того, он переводчик, и главным образом переводчик с английского, Филиппа Ларкина и других англоязычных, американских поэтов. Разумеется, нужно сказать о том, что из русских поэтов он переводил Осипа Мандельштама, но тут я, признаться, не очень сильна, поэтому говорить дальше не буду. Но что еще интересно, Деннель пишет не только под своим именем, он пишет еще и под псевдонимом. Этот псевдоним, так сказать, открыт для всех. Известно, что это он, псевдоним Дамский, вместе со своим партнером Петром Торчинским. Яцг Деннель пишет под псевдонимом Марыля Шемечкова. Это Марыля Шемечкова, которой соавторы придумали свою биографию и так далее. Очень остроумную Марыля Шемечкова, автор детективной серии. В эти минуты, когда мы с вами начинаем говорить о Кривокляте, в Варшаве тоже готовится презентация, так что у Яцг Деннеля сегодня тоже презентация, правда, не наша, не русская, а своя польская. Сегодня выходит четвертый детективный том в серии вот этой самой Марыли Шемечковой. главная героиня этой серии такая профессор Зофья Шчупачинская. Действия всех детективов происходят на рубеже XIX-XX веков в Кракове. Это такой классический, модернистский или предмодернистский Краков. Так или иначе, все эти сюжеты связаны с обыгрыванием каких-то национальных героев, национальных мифов, национальных комплексов. Что тоже, разумеется, к творчеству Деннеля имеет самое прямое отношение. Может быть, не так важна эта тема для Кривоклята, но для Деннеля вообще важна чрезвычайно. О чем последняя его большая прозаическая книга, недетективная, прошлогодний роман «Аля с нашими уморлыми, но с нашими умершими» очень понятно говорит. Может быть, об этой книге поговорим еще. Что есть по-русски из этих книг? «Кривоклят», нужно, вероятно, это сказать, третья книга Деннеля, которая появляется по-русски, и вторая из них в переводе Юрия Чайникова. Первой в 2015 году была повесть, а точнее роман. Вот «Кривоклят» — это повесть, а «Ляля», о которой я говорю, это полноценный роман, маленький роман, можно так его назвать, такого же примерно объема. «Ляля» — не первая книга Деннеля сама по себе, но она написана еще очень юным человеком. Она вышла по польске в 2006 году. Это роман 26-летнего автора и уже не дебютанта. Собственно, это первая Деннелевская книга, ставшая на родине громкой настолько, чтобы имя ее автора стало уже окончательно известно каждому, во всяком случае, каждому, кто имеет отношение к книгам и вообще к книжной жизнью так или иначе живет. Русский перевод появился в 2015 году. К сожалению, в этой библиотеке нет книг Деннеля, в Российской государственной библиотеке в Москве она есть, но если вы хотите ее сейчас купить, я боюсь, что это малореально уже, и поэтому, дорогие издатели, «Ляля» — это то, что нужно переиздать обязательно. Более того, эта книга есть, то есть она сделана Чайниковым и сделана совершенно блестящим. И это тот Деннель, с которого, конечно, стоит начинать, по большому счету, потому что это тот Деннель, в которого нельзя не влюбиться. И на фоне «Ляля» провокацию кривоклята, скажем, кривоклята, и других его книг оценить проще. Вот перед вами обложка этого польского издания 2006 года. Что еще есть по-русски из Деннельских книг? Есть его роман «Сатурн». Вот в презентации у меня тоже есть обложка этой книги. Вот, «Сатурн». Замечательно. Это левая обложка, как вы видите, «Сатурн» — книга «Биографическая фантазия» на тему семьи Гоя, то есть самого Франциска Гоя, его сына. Это любопытнейшая книга. Как говорит Google, она существует по-русски. Я ничего не могу сказать об этом переводе, потому что не видела его в глаза. С другой стороны, я опять же хочу пожелать нам, всем читателям, и вам, дорогие издатели, заказать как можно скорее Юрию Чайникову перевод «Сатурна». потому что наличие двух переводов — это всегда лучше, чем ни одного. «Ляля и Сатурн» в мире, за пределами Польши — это визитные карточки Денеля, потому что это… «Ляля и Сатурн и Кривоклят», конечно, да. Вот эти три книги, это его визитные карточки, они, я скажу сейчас, наверное, как-то грубо, но тем не менее, они самые, так сказать, непольские, то есть они для всеобщего употребления, они меньше, чем другие Денелевские книги, работают с национальными мифами, с национальными стереотипами. Это, так сказать, наверное, самый неинтересный и самый ругаемый Денель в Отечестве, в Польше, но в то же время с этих книг имеет смысл начинать, разумеется, любой иноязычной литературе, как и русской. Что еще у Денеля есть? Говорим сейчас прежде всего о прозе, потому что поэзия его — это совсем другой и отдельный разговор, мы сегодня не будем из уважения к таким серьезным темам даже бегло ее касаться. В конце нулевых годов Денелес дает, ну, же такую чрезвычайно любопытную книгу под названием «Бальзакиана». Совершенно в бальзаковском духе, с бальзаковской интонацией мы можем показать обложку «Бальзакианы». Вот, как видите, бальзак, рощерк бальзаковского пера, все узнаваемо. Совершенно в бальзаковском духе, с бальзаковским всезнающим автором, с этими языковыми периодами описаны первые десятилетия восстановления капитализма в Польше, описаны те самые 90-е годы, которые и мы пережили сложно, и по поводу которых и по сегодняшний день пытаемся создать некоторый свой национальный эпос, пусть не осмысляющий, что это было, но хотя бы пытающийся с этой темой играть, адаптировать эту совсем новую фактуру жизненную, сделать ее литературой, сделать ее, так сказать, словесным материалом. У Деннеля это получилось замечательно. Это, конечно, сатира, но, в общем, не больше, чем сатира. Это бальзаковские, все эти описания складов, материалов, мезальянцев, которые, значит, сводят в одной семье богатых и бедных, аристократов и буржуазок, все эти безумные юноши из провинции с горящими глазами, которые пытаются делать карьеру в большом, столичном и богатом городе, с его соблазнами, эти новые соблазны, и музыка этих соблазнов, и роскошь этого нового мира, который нужно ощупать пальцами и словами, почувствовать на вкус. Вот эта сатира, это упоение, это совершенно новой реальностью в бальзаковском духе выполненные. Это тоже было очень важной страницей творчества Деннеля. Идем дальше. Книгу не вот так много, как видите, мне просто невозможно не подглядывать в свою шпаргалку. О следующем романе «Сатурн» 2011 года я уже сказала два слова. Это тоже эпос, но это эпос, вынесенный за пределы Польши, это Испания, это семья Гоя. Далее, в 2014 году опубликована книга, о которой мне тоже хотелось бы сказать пару слов, тем более, что с кривоклятом она составляет некоторую пару. Более того, мне кажется, что если имеет смысл говорить о переводах следующих Деннелевских книг на русский язык, то после Ляли, Кривоклята и Сатурна следующее, на что имеет смысл обратить внимание, вам, дорогие издатели. Это книга под названием «Матка Макрина», «Матушка Макрина», «Мать Макрина». Какие кривоклят? Это повесть, построенная в форме монолога. Мы уже отмечаем для себя эту чрезвычайно важную для нашего разговора особенность Деннелевского творчества. Он пишет или эпические полотна, претендующие на то, чтобы называться большим романом, большой прозой, такие как «Ляля», «История собственной семьи», по большому счету, вся биография собственной бабушки, человека XX века. И про бабушки, и всех семейных мифов и воспоминаний, которые в бабушкином пересказе достались следующим поколениям. Вот это такая гигантская, по сути дела, на два столетия растянувшаяся польская история, захватившая самые немыслимые территории, конечно же, и к нашей стране это имеет прямое отношение со многими войнами, революциями, ссылками, переселениями, перевозом добра семейного, с этим особым культом семейных чашечек и семейного комода, семейных кружев, про бабушки, потому что так мало вокруг чего этому культу можно было сохраниться, что и то немногое, что уцелело, чрезвычайно повысилось в цене. Вот это эпос, таким же эпосом, как Илья Аля, является Бальзакиана, только уже, конечно, на совсем другом материале, таким же эпосом является роман Сатурн и последний, прошлогодний роман, последний на сегодняшний день, Аля с нашими уморлами, о котором тоже пару слов скажу. И вот по контрасту с этими эпическими, гигантскими полотнами две повести совсем иного рода. Здесь мы видим повествование от первого лица в Кривоклят и Матка Макрина. Здесь страстный, сбивчивый, совершенно неистовый, с модуляциями сложными голос плетет свой рисунок. Здесь нет никакого бесстрастного всезнающего автора, всему умеющего найти свое место, свою оценку, намекающего на будущее какого-то героя, на его смерть. Кривоклят и Макрина в этом смысле особняком стоящие на этой Деннелевской полке книги. Это чрезвычайно любопытно. Что это за Макрина? Макрина исторический персонаж, собственно, как и в основе Кривоклята. Персонаж реальный, исторический. Это польская то ли святая, то ли авантюристка. Я не возьмусь давать исторические оценки. Во всяком случае, это монахиня или выдававшая себя за монахиню женщина, которая... Дело происходит где-то в 40-е годы, в 30-е и 40-е годы 19-го века. Монастырь, в котором она жила, находился под Минском на территории Беларуси нынешней. С захватом этих земель Российской империи начались и, соответственно, гонения на, собственно, католиков и на униатов, на греко-католиков. Мать Макрина из тех истинных католиков, кто не захотел становиться православным, не позволил себе сменить веру. В этой повести есть эти тоже вполне исторические персонажи, сменившие веру и получившие достаточно высокое социальное положение в этой новой социальной религиозной иерархии. Она бежит, она бежит не просто в Польшу, а дальше. Она попадает в Париж, у неё есть связи с Римом, но главным образом она оседает в Париже и из Парижа она пишет эти свои страстные письма. Она знакомится с Мицкевичем, изгнанником, тоже живущим в Париже. Это персонаж исторический, о котором на рубеже 19-20 веков в польской историографии было достаточно много сказано и написано. Вот эту давнюю весьма историю, откуда не считать, от времён 19 века, то есть от времён этих польских восстаний 30-х годов, начиная с восстания от 1830 года или от рубежа 19-20 веков, когда Макрины заинтересовались историки, а не только поэты Мицкевич, Словацкий, которые они писали. Откуда не считать, это довольно далеко от нас, от современного молодого автора. Такой любопытный монолог этой самой Макрины, монолог, который мог бы прозвучать. Деннель придумывает. Это очень стоит того, чтобы это прочесть. И если вы читаете по-польски, я очень вам советую это сделать. Дорогие издатели, вам в который раз советую прямо сейчас взять ручку, блокнот и большими буквами в вашем блокноте на странице срочно написать «Матка Макрина, Яцик Деннель, Юрий Чайников». Пожалуйста. Идём дальше. Если не считать детективов, стихов, каталогов, авторских антологий, они у Деннеля тоже есть. И ещё, наверное, я что-то упустила. Так вот, если не считать всего этого, а считать только собственно оригинальную прозу, то следующее, о чём нам нужно сказать, мы перенесёмся сразу в 2019 год и скажем о его последнем большом романе на сегодняшний день, который называется «Аля с нашими уморлыми», но с нашими умершими. Для каждого поляка это очень известная фраза. Этот афоризм его автором является польский филолог, литературовед, великий гражданин Мария Янион. сказано это было в конце 90-х годов на волне споров о вхождении Польши в Европейский Союз. в Европу, да, было сказано Мария Янион, но с нашими умершими до Европы так, а с нашими уморлыми. У Янион имелись в виду прежде всего, видимо, так это нужно понимать, я, конечно, на своей трактовке этой глубокой метафоры по сегодняшний день прирастающей значениями не настаиваю, но тем не менее самый очевидный смысл, насколько мы знаем, во всяком случае, из сочинений профессора Янион речь шла о евреях, о жертвах Второй мировой войны с нашими умершими, это значит с теми, перед кем мы виноваты. Мы входим в Европу не как победители, не как жертвы, но отчасти как соучастники, не мы лично физически, но мы наследники тех поколений, которые стали соучастниками и в создании великой европейской культуры, и в творении великих европейских преступлений. И в качестве таких европейцев мы будем жить дальше. Это было сказано больше 20 лет назад, а Деннель присваивая эту формулу, делая ее названием своего эпического очередного полотна, хотя они невелики все по объему у него, не больше 300 страниц, делая вторую часть этой формулы своим названием, как бы материализует произнесенные Янион слова, делает их буквальными. С нашими умершими это вот буквально с нашими ожившими трупами. так это по сюжету у Деннеля оживают мертвецы, встают из гробов, вот они зомби, о которых мы сегодня вскользь сказали. И дальше эти зомби любимые польские герои, польское великое наследие и проклятие, то, отчего каждый поляк, особенно если он считает себя консерватором, хранителем этой самой национальной памяти, национальной идеи, вот то, что поляку жить не дает, разумеется, Польша, вооруженная своими зомби, захватывает весь мир, а захватив весь мир, тут же теряет себя. Мой любимый тоже польский сюжет, чрезвычайно болезненный для польской истории, у Деннеля настолько же смешной, насколько и страшный, как вы поняли, уже ни один стиль этому автору как таковой не может быть чужд, он совсем готов играть, будь то Бальзак, будь то большая семейная сага, как в Ляле, будь то массовая литература детективная или вампирские повести, повести о зомби, ну, вот таков Деннель. Есть ли у нас уже какие-нибудь интересные вопросы, что-то, о чем мы можем сказать? Вопросов нет, у меня один вопрос. Пожалуйста. А вот это вот его повесть Ляля, она имеет ли какую-то смысловую связь с... О, прощение, трогая. Не слышно. Имеет ли повесть Ляля смысловую связь с романом Борислава Пруса Лялька? Ну, из названия следует, что должна иметь, и это тоже такая одна из штучек, таких загадочек, которые в этот текст плетены, буквальным образом нет, поэтому если Лялю вы найдёте, найдите Лялю по-русски, найти это, конечно, можно в Российской государственной библиотеке прежде всего. Если вы не читали Ляльку или давно не перечитывали куклу по-руссовскую, не бойтесь, вы всё поймёте, и вообще как бы держать в голове Ляльку не обязательно для Ляли Деннеля. Лялька больше понадобится для чтения Токарчук, скажем, но это совсем другой разговор. Да, ну что, вот и таков Яцик Деннель. Как мы видим, это чрезвычайно вообще интересная и очень современная нота, любая литературная манера, любая мода, ничего дурного не имею в виду, говоря это слово, любая, любой стилистический наряд идут в дело, всё годится, но ничто, так сказать, не прилипает к телу до конца, ничто не становится твоим языком дольше, чем на одну книгу. И Бальзак хорош, и вампирская повесть хороша, и детектив хорош, и там семейная сага, даже отчасти такая уходящая в традицию женской литературы, и она хороша, и монолог сумасшедшего в духе Томаса Бернхарда, о чём мы прямо сейчас уже наконец начнём говорить, перейдя к Кривокляту, всё идёт в дело, и всё как бы берётся в такие условные иронические кавычки. Одно существует на фоне другого, одно стоит на полке рядом с другим, и именно в этом смысле интересно говорить о Деннеле в целом, то есть выйти за пределы одной книги, как только у нас, у русских читателей, эта полка появится, пусть не не такая широкая, как у читателей польских, мы сразу сможем такой разговор вести гораздо более предметно. Ну что, теперь Кривоклят, я ещё раз призываю вас задавать любые вопросы, Иван вооружён техникой, которая позволяет эти вопросы прямо в реальном времени зачитывать, останавливать меня, требовать пояснить, по словам, вы хозяева этого времени и управляйте им так, как считаете нужным, а я постараюсь так или иначе на них ответить или перестроиться, если вы будете этого требовать категорически. Так, итак, повесть Кривоклят. Вот эта книга, вышедшая в 2020 году в издательстве Яромира Хладика. Очень рекомендую всем книги этого издательства. В Москве удобнее всего приобрести их в магазине «Фаланстер». Петербургцы, вы лучше знаете, где у вас покупают книги, я боюсь произнести что-то не так. Во всей России уже известно, что книги издательства Яромира Хладика заказывают прямо у издательства Яромира Хладика. В Фейсбуке вы без труда найдете координаты издательства. Это самый дешевый способ получить эту драгоценную книгу в руки, так как я держу ее сейчас. Кривоклят. Эта повесть имеет отношение к реальному историческому лицу, и об этом лице сложном человеке мы сейчас скажем несколько слов. Я совершенно сознательно не принесла его фотографию, не подготовила для показа вам его фотографию, не стоит он того. это вандал, это такой серийный убийца картин. Человека этого звали Ханс и Ахим Больман. Австриец. Больман уничтожил 56 произведений искусства. Это не все картины, то есть не все холсты, там был алтарь, там были памятники, надкрупные памятники. Но словом, вандал широкого профиля, человек, чье имя в истории искусства записано надолго, набрав в любой поисковой системе кислотный вандал, а он именно кислотный вандал, он не с ножом бросался на картины, а с сердной кислотой, вы без труда все увидите и найдете. Вот этот человек, которому Деннель придумывает другое имя, Кривоклят. Этот человек действительно многократно представал перед судом, всегда был оправдан по причине своей невменяемости психического нездоровья, и прямо из зала суда отправлялся на очередной срок в психиатрическую клинику. Разными правдами и неправдами ему удавалось из психиатрической клиники выйти спустя какое-то время, приобрести серную кислоту, явиться в очередной музей и совершить то, что он и намеревался совершить. Этот цикл прошел несколько итераций. По большому счету это сюжет повести Кривоклят. Повесть Кривоклят – монолог вот такого вот вандала, замышляющего очередное преступление, более того, уже сидящего в поезде пригородном, а потом выходящего на вокзале, на пути к очередному полотну. Это его попытка объяснить самому себе бесконечный монолог по большому счету мог бы прозвучать в одно предложение. Вот это попытка объяснить самому себе, почему он это делает. Никакие поверхностные психологические, психиатрические интерпретации вроде трудного детства, нездоровой семейной атмосферы, несчастливой любви. Любовь, кстати, была вполне счастливая у реального Больмана и у книжного «Кривоклята» нездоровой общественной атмосферы, плохой охраны музеев, ну и еще чего угодно. Да, никакие эти объяснения не работают, речь идет исключительно о любви к искусству, о такой страстной любви, которая не может довольствоваться пустым созерцанием, созерцание слишком малоактивно, слишком поверхностно, это страсть такого рода, которая требует действия. Вот этим действием оказывается уничтожение картины, это такое предельное проявление любви, которое требует смерти любимого. Весь психологический узор этой сложной мысли, этой сложной эмоции, которая приводит к такому пониманию любви, собственно и составляет содержание вот этой книги. это стоит того, чтобы это прочесть, в особенности, если вы профессионально занимаетесь искусством, психологией, психиатрией или людьми душевно нездоровыми или сверхздоровыми, как известно, это в общем одно и то же, в общем всем, что принято, что отличается от принятой очень усредненной нормы. итак, Больман, прототип этого самого книжного Кривоклята. Что еще нужно сказать? Нужно сказать еще о том, что Деннель выбирает своему герою имя весьма значимое. Кривоклят это замок в Чехии, и мы сейчас вам его покажем. да, вот этот замок Кривоклят, такой средневековый, разумеется, много раз перестраивавшийся и горевший, и достраивавшийся, ну как любое, разумеется, европейское здание. Собственно, замок появился еще в 13 веке, прирастал, перестраивался и так далее. он в 16 веке стал принадлежать Габсбургам. Габсбурги 17 столетия устроили в замке тюрьму, это была одна из таких пыточных тюрьм для для преступников высокого ранга, скажем так, для преступников из королевских семей, из знатных аристократических семей. Это любопытное место, разумеется, существует по сегодняшний день, уже давно Кривоклят это музей. И вот два замка встречаются в тексте этой книги. С одной стороны замок Кривоклят, который подарил герою эту странную кривоватую фамилию, а с другой стороны замок Иммендорф, реальный замок в Австрии, в котором находится та самая психиатрическая лечебница, центр здоровья, где, собственно, и находится, где находился Больман и где находится романный герой. Иммендорф, да, я правильно это произнесла. Замок Иммендорф в Нижней Австрии в историю вошел тем, что в нем произошло реальное убийство картин. Здесь нам тоже следует сделать небольшое отступление от нашей темы. в Иммендорфе были убиты три, как минимум, может быть, и больше. Видимо, исторические свидетельства на этот счет не всегда точны. Картины Густава Климта, точнее, плафон, эскизы Густава Климта к потолочной росписи Венского университета. Эти эскизы были выполнены в начале 1900-х годов, в самом начале века. Вот эти университетские росписи, так они называются, университетские картины, это были такие аллегорические фрески на сюжеты философия, право, медицина, не помню, что еще, видимо, теология, богословие. Три философия права и медицина выставлялись тогда же, в начале века, в салонах, были осмеяны публикой, прессой, были признаны негодными, слишком оскорбительными для студенческих глаз. И в конце концов, так в университетский зал на потолок, для которого они предназначались и не попали. К концу Второй мировой войны они оказались в замке Эммендорф, они были куплены на аукционе еще при жизни Климта частным коллекционером, потом переходили от одного коллекционера к другому. в самом конце войны, в мае 1945 года, в первых числах мая, эти эскизы к фрескам были уничтожены руками СС в замке Эммендорф в Нижней Австрии под лозунгом, чтобы не досталось советам, не досталось большевикам. Так что, собственно, вот эта вандальская история началась даже не в 1945 году, некоторым образом она началась еще тогда, в 1907, когда эти картины, заказанные университетом, из университета были изгнаны, потом они были уничтожены физически. Но вот этот контекст хорошо бы тоже держать в голове, когда мы читаем Кривоклят. Появились ли вопросы? Пока тихо, у меня только вопросы. Да, да, прекрасно. Иван, вы за всех отдуваетесь. Да, сегодня. Сегодня по вопросам пока я отдуваюсь, Вопрос следующего характера. Я перед нашей встречей немножко старался вникнуть. О чем книга? Я заметил множество отсылок действительно к немецкой язычной культуре, к Астрии. Да, то есть прям видно, что автор, он далеко не только польский, он европейский такой мыслящий человек, если не общемировой. Денель умница, полиглот, он владеет английским и немецким, подозреваю, владеет в совершенстве, с этих языков переводит, блестяще переводит поэзию. он также владеет языком живописи, музыки, как уже было сказано. Денель я не знаю его лично, он подозревает, что это человек энциклопедии, уж точно человек, фунтанирующий информацией на самые разные темы. это такая Европа, мы в нее вошли, во всяком случае поляки в нее вошли со своими мертвыми, но вошли как ее неслучайные гости, которые робко жмутся в уголке, а в общем да, она принадлежит всем. Что касается собственно Кривоклята и немецкой культуры, об этом я как раз сейчас собиралась говорить. повесть Кривоклят не просто немецкая, а концентрированная австрийская, так бы я ее назвала, написана по большому счету как постиж, как второй слой по полотну уже записанному другим до тебя, если этой живописной метафорой уместно воспользоваться. И тем первым, кто писал, был Томас Бернхард, австрийский писатель. Неверным будет здесь слово подражает, применительно к Кривокляту. Деннель не столько подражает Бернхарду в этой повести, сколько, так сказать, работает в его манере, совершенно в открытую, работает его материалом, его фразой, его стилистикой, его грамматикой, даже его оборотами только по-польски, что усложняет вдвойне задачу переводчика на любой другой язык. И, конечно, великий мастер, виртуоз Чайников блестяще с этим справился по-русски. Перед нами вот этот мондонгослойный текст, в котором как в чужой одежде, как в чужом примеренном пальто с чужого плеча, которое оказалось вполне удобным, вот выступает здесь Деннель, отнюдь не маскируя то, что это костюм, это такой литературный костюм, каким был Бальзак в Бальзакеане, вампирская повесть в Аля с нашими уморлвыми и так далее. Нам, русским читателям, здесь сложно, это не только моя сложность, говорящая здесь сейчас с вами, нам сложно потому, что в отличие от польской культуры, где Бернхард стал большим национальным событием, в нашей культуре он таковым не стал, это вообще большая наша болезнь, о чем, конечно, не место сейчас говорить, тем не менее, это очень серьезная тема, мы, русские читатели, восприняли ранний модернизм европейский, он стал фактом нашей культуры, пусть и значительно позже, но тем не менее. что касается позднего модернизма, поколения писателей, родившихся в 30-е годы, чья творческая зрелость пришлась на 60-е, 70-е, 80-е, это поколение модернистов, да, таких, второй волны или третьей, или неомодернистов, в общем, это поколение поздних модернистов второй половины 20-го века в нашей культуре не стало сколько-нибудь значимым фактом, и это не только вопрос отсутствия переводов, не всегда нет переводов, иногда они есть, скажем, мы находимся в зале славянских литератур, скажем, такой великий сербский прозаик Данила Киш, книги которого появляются в последние годы благодаря, прежде всего, стараниям переводчика Елены Соголович, вот Киш, уже доступный русскому читателю, все равно по-прежнему не стал тем, без чего русский читающий человек не может обойтись, не стал таким для нас, скажем, Богумил Грабал, да, великий чех, Грабал чуть раньше, да, он родился в начале века, но тоже его творческая зрелость приходится на вторую половину 20 века, и прожил он долго, и переводы у нас есть, а писателя как такового, как факта, как события в русской культуре нет, позволительно Киша или Грабала, или, вот скажем, Берхарн, да, не знать, очень хочется здесь как можно скорее перейти в прошедшее время и перенестись в тот год, когда мы сможем говорить еще в 2020 позволительно было не знать, но в общем уже стыдно, дорогие, вот это будущее уже наступает нам на пятки, это уже стыдно не знать, что касается Берхарда, то здесь ситуация, по-моему, совершенно трагическая, еще и в силу отсутствия сколько-нибудь репрезентативных переводов в таком количестве, которое позволяло бы судить об этом авторе, но с поляками совершенно не так, поляки открыли Берхарда давно и прочли его вовремя и в особенности нужно здесь сказать о польском режиссере Кристиане Люпе, известном, конечно, всем, да и в России, конечно, тоже, его спектакли показывали у нас, режиссере Кристиан Люпа в 90-е еще годы поставил два очень громких спектакля по Берхарду, один из них называется «Вымозывание», «Стирание из памяти», так это можно перевести, второй называется «Вычинка», «Рубка». эти события, эти спектакли в польской, не только театральной жизни, в польском сознании очень много значили, это вообще свойственно всему, что сделала Люпа, по-моему, по Берхарду у него были и другие театральные работы и не только, конечно же, в Польше. С Берхардом такая интересная история, ведь это был человек, запретивший в завещании ставить свои произведения в австрийских театрах, поэтому, по-моему, этот запрет нарушается, насколько я знаю, из того, что я о Берхарде читала, не многого, но это сделало Берхарда любимым автором граничащих с Австрией стран, стран Центральноевропейского региона, Польша прежде всего здесь должна быть названа, и Люпа, конечно. Вот перед нами повесть, написанная в этой Берхардовской манере, и, может быть, нет ничего страшного, есть даже что-то продуктивное в том, чтобы пойти таким путем, не Берхард сначала, Деннель потом, а Деннель сначала и через него с его помощью войти в Берхарда. Вот это тот путь, на который мы, русские читатели, вынуждены согласиться и по мере сил извлечь из него для себя нечто, чего не извлекли другие. Почему нет? Ещё нас спрашивают, дорогие наши зрители, на Фейсбуке, почему именно стилизация стала какая-то фишкой Яцека Деннеля? Я не хочу ни в какой мере обвинить Деннеля в неоригинальность. Вообще слово обвинить здесь совершенно неуместно, я хочу признаться в любви. Более того, так как меня, дорогой Юрий Викторович, заразил Деннелем год с лишним назад, так и я, насколько это можно виртуально, хочу заразить вас, вот просто-таки зарядить через компьютер, как наши заряжающие энергии мастера. Я хочу этой самой любовью вас смутить и уговорить вас подсесть на Деннеля. Это стоит того, это такие отношения, в которые стоит войти. Безусловно, это так. Стилизация. Это не стилизация. Почему пианист не пишет музыку сам, а исполняет сегодня Шопена, завтра Шуберта, послезавтра Бетховена, он так играет с миром, он так упражняется в этой самой виртуозности, он так входит в чужие языки, делая их своими, он так присваивает мир. если это истилизация, то из-за этого слова нужно всячески устранить негативный смысл. Это не ученическая подделка, это не работа художника художника обделенного воображения. Никак, никаким образом нет. Это современный писатель, живущий в эпоху постмодернизма или постпостмодернизма, в эпоху, когда любой художественный язык требует проверки на состоятельность, в том числе художественные языки, которые мы получили в наследие. И вот это великое наследие, назовем его великим европейским наследием, где есть Бальзак, Бернхард и так далее, оно требует того, чтобы с ним освоиться и задать ему этому наследию сегодняшние вопросы. Так что это стилизация вживания, это такое высокое актерство, так бы я это назвала. Это хороший вопрос, больше хороших вопросов, дорогие зрители нашей трансляции. Что нужно еще сказать собственно о самой этой повести, так чтобы наш сегодняшний разговор не казался вам чем-то исчерпывающим, что уже заменяет чтение никоим образом. Моя задача, еще раз говорю, исключительно в том, чтобы намекнуть вам на то, что в это стоит влюбиться. В повести Кривоклят два героя, они связаны отчасти общей судьбой, эти двое героев оба заключенные этой самой психиатрической лечебницы с очень жестким режимом Кривоклят, он же Больман, как мы помним, и Цаэтмайер. У этого персонажа тоже есть реальный прототип, не помню, конечно, фамилию его. Цаэтмайер в некотором смысле противоположность книжного Кривоклята. Кривоклят уничтожает произведение искусства, не будучи художником, а Цаэтмайер сам художник, и, собственно, художником он становится после того, как совершает преступление, убийство и расчленение собственной жены. С Цаэтмайером совершенно в духе и Бернхардовских вот таких вот юношей, ведущих бесконечные разговоры, да, и, может быть, даже отчасти в духе Томаса Мана и его философских диалогов «Волшебные горы» с Цаэтмайером кривоклят ведет такие беседы, как со своим двойником, как со своим зеркальным отражением, беседа о том, что есть правда в искусстве. Разумеется, беседа о том, почему сегодняшнее общество дошло до такого ничтожного состояния, почему оно разучилось видеть искусство, почему оно разучилось общаться с искусством, собственно, в чем смысл этих акций кривоклят, этих убийств, картин Клея, Рембрандта, Дюрера и так далее. Больман кривоклят метил исключительно в шедевры, полотна второго ряда его никоим образом не устраивали. Почему нужно убийством шедевра обратить внимание людей на то, что в мире что-то не так, именно потому, что люди разучились общаться с искусством. Эта болезнь человеческая не сегодня началась, но в эпоху физической производимости, когда любое художественное произведение бесконечно репродуцируется, размножается, причем не только на бумаге или на цифровом носителе, но и на зонтиках, портсигарах, кошельках, банковских карточках, вообще на любой пластиковой тканой, бумажной и какой угодно поверхности, вот в эпоху, когда искусством может стать все, и с искусством можно встретиться в автобусе или в метро, собственно, само искусство, уникальные переживания, вложенные в то уникальное, одно из немногих произведений, которое удостоилось стать шедевром, вот эта вот способность общаться с искусством утрачивается на веки, для того, чтобы обратить внимание всех на это катастрофическое состояние общества, ведущее к полной визуальной немоте, к атрофии способности человека воспринимать зрительно все, что угодно, и красоту великое, прежде всего, вот для того, чтобы на это все обратить внимание, и совершаются эти хитроумные попытки убийства великих полотен. Так что, еще раз говорю, это такой вандализм, высокий вандализм, вандализм, который становится не просто художественной акцией, а мощнейшим социальным жестом, который должен прокричать миру о том, что этот мир гибнет, и только таким образом, только если прокричать это так громко, этот крик будет услышан. Но вот таков кривоклят. Собственно, здесь мы подошли как раз к центральному напряжению этой повести. Сама повесть, пастиш, как мы сказали, повесть, отчасти являющаяся, если говорить художественным языком, репродукцией, только репродукцией стиля Бернхардта, не скрывающая этого, дело не в какой-то подтасовке цитат, а дело в том, что это просто написано под Бернхарда, это является сколком чужой манеры. Более того, это написано автором, который сам пишет каталоги художественным выставкам, сам написал такой оригинальный, очень авторский путеводитель по коллекции Варшавского национального музея изобразительных искусств, с одной стороны, это все высмеивается в кривокляте, репродукции, путеводители, аудиогиды, там есть чудесные сатирические описания того, до чего дошел мир, и все эти бесконечные посетители музеев, слушающие экскурсии, слушающие объяснения в наушниках, с одной стороны, с другой стороны, мы говорим об авторе, который сам этим занимается, напряжение между этим репродуцированием чужого стиля и борьбой с любым репродуцированием, между собственной стратегией писательской Деннеля, если брать весь корпус его сочинений целиком, с одной стороны, и вот этим убийцей искусства, таким сознательным, принципиальным убийцем, убийцей искусства, кривоклятым, с другой, вот это напряжение и создает то поле повести, о котором интересно думать и в которое точно интересно войти. Я очень надеюсь, что и с вами это случится. Спасибо большое, Елена Владимировна. К сожалению, мы ограничены во времени, так бы, мне кажется, мы о Киацкидеин могли бы слушать еще много, потому что ваш рассказ, он крайне интересен. Люблю, вот как и было сказано. Я хочу обратить внимание наших зрителей, слава Богу, книга Кривоклят будет в доступе в нашей библиотеке благодаря нашим партнерам из Польского культурного центра и благодаря самому Юрию Чайникову, который ее переводил. Так что, милости просим к нам для чтения и знакомства с Яциком Деннелем. К сожалению, действительно, у нас только пока одна его книга и мы поддерживаем призыв Елены Владимировны к издателям, к Юрию Чайникову к самому, да, чтобы русский читатель смог бы ознакомиться с другими книгами этого действительно интересного автора. Есть ли у нас вопросы, может быть... К сожалению, вопросов больше не появилось. Я понимаю, все заказывают книжку и сайт издательства Ира Мира Хладика висит наверняка. Не до вопросов, понятно. Благодарим вас, что сегодня пришли к нам, помогли презентовать эту замечательную интересную книгу. Спасибо большое, будьте здоровы, читайте хорошие книги. Спасибо. Всего доброго. Продолжение следует...